В нашей жизни всегда есть те вещи, которые для нас ценны, чем-то мы дорожим. Иногда это может быть что-то очень маленькое, нам просто напоминает о чем-то. У меня, например, на столе лежит простой обычный камешек, галька с моря. Но мне это напоминает и о лагере, который был для Воскресной школы. И он напоминает о том чуде, которое Бог тогда сделал, что он сделал так, что мы могли просто бесплатно с женой поехать в этот лагерь. И есть какие-то вещи, которые для нас ценны. Чем-то мы дорожим, какие-то воспоминания о чем-то. И здесь вот Петр в этом послании, он употребляет одно слово очень много раз. И то, сколько раз Петр употребляет только в своих посланиях, первом и втором, столько же раз употребляется в основном Новом Завете. Давайте прочитаем в начале 1 Петра, 2 глава, с 4 стиха. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отверглись строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна». Я думаю, что вы заметите, что в этом отрывке употребляется несколько раз слово «камень», несколько раз слово «драгоценный». И Петр, я думаю, что он из своей жизни, из своего опыта, когда он ходил со Христом, он мог увидеть ту драгоценность, которая была во Христе. Христос, когда учил людей, он говорит, что «Если вы слушаете мои слова и поступаете по ним, то вы подобны строителям, которые построили дом свой на камне». И камень – это что-то было такое основательное, важное и прочное. И в результате, когда он рассказал эту притчу, то, говорю, что дом, который был построен на этом камне, он не упал во время бури. И здесь вот Петр, он, возможно, вспоминает о том, что Христос давал ему какие-то советы, о чем-то его предупреждал, он мог чем-то вспоминать, то, что было для него важно и драгоценно на тот момент, и отобразил это в своем послании. И он здесь пишет, что о Христе, что он камень, который драгоценный, что Христос, он драгоценный, пишет, для вас, верующих, он драгоценность, то, чем очень дорожим. И если мы посмотрим в книги Исаии, пророка, то там о Христе говорится, о Мессии, о будущем, который придет, то говорится о том, что в нем люди не видели ни вида, ни величия. И, возможно, Христос не имел какого-то красивого вида. Даже о себе он говорил, что у него нет места, где преклонить голову, где отдохнуть, иногда ему не было даже что поесть. Но Христос, он был драгоценность. Драгоценность в том, что то, чем он учил, и люди поступают так, это вело к вечной жизни. И таким образом Петр, он здесь отображает о том, о важности, о драгоценности Христа в жизни христианина. И в первой главе в этом же послании мы прочитаем с 17 стиха. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Здесь Петр опять употребляет это слово «драгоценное». И он говорит о крови Христа, которая драгоценна. Это не значит, что у него была какая-то особая группа крови. Нет. Это говорит о том, что он имел определенную ценность. Принято ценность в том, что Христос, благодаря тому, что он пошел на Голгофу, там пролил кровь, мы теперь имеем искупление. Во времена, когда было еще рабство, когда темнокожие были рабами, и многие европейцы, они владели таким рабством, такими рабами. И в одну из стран, где было Тараса, приехали миссионеры, небольшая страна, и они проповедовали Евангелие. И один из рабов уверовал во Христа, но его хозяин ему запрещал ходить, ему мешал приходить на собрание. И потом миссионеры узнали, что этот хозяин, этот раба, готов его выкупить. Они собрали определенную сумму, сколько он должен был заплатить, и заплатили за него. Они его освободили, выкупили. Они заплатили за него ту сумму, которую этот раб никогда в жизни не мог заплатить. И он стал свободен. Но прошло время, и какой-то небольшой период времени издался закон о том, что миссионеры должны были выехать все из той страны. Этот миссионер уехал, а этот освобожденный раб всем своим друзьям рассказывал о том, что его искупил один миссионер, что его освободил от рабства. И вот проходит опять какое-то время, по-моему, порядка десяти лет, может быть, немножко больше, и власти поменялись, и вновь могли миссионеры приезжать в эту страну. И все это время этот искупленный, этот освобожденный раб, он помнил о том, что сделал тот миссионер. И этот миссионер вернулся в эту страну, и этот раб его увидел, и он всю дорогу, когда он его видел, он подъезжал к машине, и бежал еще за машиной, и он всю дорогу кричал своим друзьям, это мой искупитель, это мой искупитель. И все это время он помнил о том, что этот человек заплатил за него ту цену, которую он никогда не мог заплатить в своей жизни. Он был искуплен. И Христос заплатил за наши грехи своей кровью. Мы бы никогда не смогли заплатить чем-то за свое спасение, свое искупление от власти греха. Но именно Христос, он пролил свою кровь на Голгофе. Поэтому здесь Петр пишет, что он драгоценная, эта кровь его. Говорит, что вы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Иисус также обращается опять к верующим и говорит, что уверовавший через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. В тех стихах, которые мы читали, он обращался к верующим. Здесь он тоже говорит, что Христос, Он драгоценность для вас. То, что в нашей жизни есть, то, что драгоценно, что здесь на земле, что чем-то мы дорожим, для нас имеет какое-то значение, это здесь и останется. Но если Христос будет драгоценной для нас, именно Христос, тогда и там в вечности мы будем с Ним. Мы будем с тем, кто для нас драгоценен, как писал Павел, что когда же придет Христос, жизнь ваша? Давайте всегда дорожить тем, что Христос сделал для нас. Дорожить общением с Ним, дорожить Словом Его, потому что Он есть камень и драгоценный. И наша жизнь будет основана именно на Его Слове, на твердом основании. И тогда в вечности мы встретимся с нашим драгоценным Христом. Аминь.